Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы пообщаемся с Радием Ибрагимовым, доктором философских наук, преподавателем ХГО. Здравствуйте, Радий Назибович. Здравствуйте. В последнее время турецкий вопрос, вопрос отношений Турции и России как никогда актуален. Как вы оцениваете культурные и религиозные связи наших стран до и после недавнего конфликта? Они глубокие, многообразные и противоречивы. История наших отношений уходит далеко вглубь веков, собственно даже глубже образования Турции. Турция ведь это позднейшее детище, позднейший политический плод тюркского мира. И в этом смысле можно историю отношений возвести даже к контакту славян и хазар. Отчасти. То есть, по крайней мере, турки, а их законные наследники. Ну вот до и после недавнего конфликта как эти отношения изменились? Ну, здесь надо развести по плоскостям. Культурно-эмоционально это одна плоскость, политически это другая плоскость. С точки зрения политики Россия и Турция как были, так и остаются геополитическими противниками. Другое дело, что, скажем, тактические интересы время от времени могут сближаться, но могут и расходиться, да. Чему мы сейчас оказались свидетелями. Ну а роль Хакасии какова, вот как тюркского региона, так же как региона с растущим количеством мусульман? Хакасия здесь как бы косвенно задействована, хотя своя символика во всем этом есть. Собственно, ведь тюркский каганат великий начинался где-то вот, ну, геополитически где-то вот совсем неподалеку, там на юго-восток от нас, где-то примерный центр, где, значит, семейство Ашина образовало первое зерно великого тюркского каганата, который потом разросся во все стороны. И повторяю, вот в лице тюркменов сначала сельджуков, потом семейство Османа основали вот эту великую империю. Ну вообще скажется ли вот это ухудшение отношений с Турцией именно на Хакасии? Ведь у нас достаточно плотные культурные связи. Ну, я бы не преувеличивал их значимость, тем более, что уж где-где в России-то на основании каких-то, там, допустим, гуманитарных контактов, каких-то дискриминаций, гонений не было. Другое дело, что Хакасия, наоборот, имеет шансы на определенный выигрыш, потому что ведь туристический кластер в Хакасии – это один из приоритетных, и в этом плане следует ожидать, ну, по крайней мере, повышения интереса к ее туристическим прелестям в замещении… Турецких берегов? Да, турецких берегов. Другое дело, как мы воспользуемся открывающимися возможностями. Это уже другой вопрос, насколько нам хватит реакции и компетенции. Ну, все мы слышали о том, что турецко-сирийская граница часто используется для перехода граждан, в том числе и России, в ряды террористических организаций. Вот сейчас у нас ужесточился въезд из России в Турцию. Может это повлиять на ситуацию в положительную сторону? Либо террористы, ну, или люди, которые хотят стать террористами, да, условно так скажем, смогут использовать другие приграничные страны для перехода на сторону ИГИЛ? Ну, то, что Турция была достаточно комфортной площадкой для, допустим, чеченских боевиков в свое время, это все было на слуху, это все официальные источники информации, это факт. При этом надо помнить, что исторически ведь Сирия до Первой мировой войны принадлежала к Турецкой империи, и я подозреваю, не без оснований, они там какую-то серьезную границу и не обустраивали. То есть то, что мы там видим на карте, это, в общем, карандашом прочерчено, но вовсе не экскаватором. Поэтому нечего и удивляться, что там совершенно прозрачная граница. Другое дело, что до поры до времени и сама Турция, и регион, по крайней мере, вот там, где граница проходит, были относительно стабильны и спокойны. Как только запахло порохом, естественно, это стало местом и для экономических, и для военных преступлений. Поэтому двойственное у меня отношение к вот этой опасности. С одной стороны, конечно, необходимо ставить это все под контроль, а с другой стороны, эта точка зрения политологами высказывалась неоднократно, что фактически ИГИЛ ведь выполняет роль фурункула, она отсасывает деструктивный, такой активный деструктивный элемент из нашего общества, они туда уезжают и там кладут свои буйноголовушки. Поэтому, ну, как обычно, правда, где-то посередине. У всего есть свое про, у всего есть свое контро. Какова на сегодняшний день роль Турции вот в исламском мире? И сможет ли Турция повлиять на создание, ну, негативного отношения, негативного образа России вот в глазах мусульман? Ну, то, что она попытается это сделать, это факт. С одной стороны, вот Турцию даже жалко. Я уже говорил о том, что она является, как бы, вершиной политического творчества тюрков. Это с одной стороны. Но с другой стороны, турецкий султанат долгое время был реальным лидером, гарантом суннитского мира. То есть, когда арабы еще по пустыне кочевали, и, значит, Лоуренс Аравийский только-только собирался туда в командировку, Турция там реально организовывала этот мир, при этом реализовывала она свои политические функции необычайно эффективно. Турция как государство, турецкая бюрократия, в хорошем смысле этого слова, имеет 100-летние границы. Скажем, ну что там, Россия еще 200 лет назад, допустим, наши чиновники садились на кормление, а турецкие 500 лет назад воспринимали свою службу как некий высокий государственный долг. В этом смысле надо смотреть реальности в глаза. Еще 100 лет назад Турция была образцовым государством, ну, по крайней мере, для европейско-ближнеазиатского региона, вот так вот примерно. Поэтому неудивительно, что время от времени там возникает такая тоска, ностальгия и по временам великого тюркского единства и великого мусульманского единства. Я бы еще сюда приплюсовал, ведь Турция фактически занимает территорию позднейшей Византии. И очень многое от Византии взяла. Мы-то говорим, что, скажем, Москва, Третий Рим третьему не дано, но это наследство умозрительное. А там византийское наследство валяется под ногами, памятники Византии, вот они здесь, и, кстати, неплохо сохранились. Поэтому, представляете, какая там, вот, средоточие этих трех тенденций, эти три наследства, у кого хочешь, как говорится, башню снесет. У них вот и снесло, собственно говоря, мы сейчас. Пожинаем. Да, мы свидетели этого опьянения, и, по-моему, похмелье уже наступает потихоньку. Ну, а как вы вообще оцениваете перспективы отношений с Турцией, и что нужно сделать турецкому правительству для сглаживания получившегося конфликта? Есть такая поговорка, я ее в усеченном виде воспроизведу. Да куда ж мы денемся? Мы просто обречены друг на друга. Скажем, небезызвестен факт, что практически в каждой турецкой семье есть предки, погибшие в войнах с Россией. В каждой. При этом нет такой внешней для Турции страны, по отношению которой турки не питали бы таких теплых чувств. Это очень противоречивое единство, и, повторяю, его какими-то сиюминутными скандалами не разорвать. Скорее всего, какие-то осторожные, по-восточному хитрые шаги будут предприняты с той стороны. Причем, естественно, это должны быть и политические, и экономические маневры. Естественно, мы какое-то время будем. Но в дальнейшей перспективе, скажем, в пределах лет трех, я так думаю, начнется потепление. Мы не можем друг без друга, ни экономически, ни культурно. Слишком прочны эти связи. Конечно, да. Причем, повторяю, это как в острой фазе любви между мужчиной и женщиной. Такое вот противоречивое такое. Турция для многих россиян – это не только тесные культурно-исторические связи, сколько место отдыха. На ваш взгляд, есть ли достойные альтернативы для жителей Хакасии, которые привыкли проводить отпуска в Турции? Ну, полноценные замены турецким. Ну, тут сюда надо еще и египетские курорты приплюсовать. Конечно, полноценной замены нет. Ну, то есть можно, конечно, отправить наших любителей отдохнуть с помпой. Ну, допустим, в Сочи. Но Сочи тоже не резиновая, вся Россия туда. Даже чтобы Крым обрел сравнимые с Турцией объемы и качества туриндустрии, ну, годика, наверное, 3-4 точно понадобится. То есть туда надо вбухивать, даже не вкладывать, а именно вбухивать. Альтернатива есть. Нет, альтернатива есть. Надо просто, как бы сказать, смирить гордыню и ехать на озеро Шира или в Снежный Барс. По крайней мере, и иностранцы, и россияне, мои друзья, кстати, единожды побывав здесь, я их потом даже отвадить не мог. Они все сюда ездили и ездили, им здесь очень нравилось. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.